Чеби кажется, что зловой нелады. Могущественнейший злодей, запугавший всю мультивселенную, просто вертится по кругу. Ну а что нет, он просто повертелся, он просто с ума сошел. Майни, вновь с вами, всем привет, и сегодня с реакцией на Содерлинга и его новое видео, не совсем новое, ладно, вру, Дисней испортил наших любимых злодеев. Всем привет, с вами Содерлинг, и как заведет душа мечтал увидеть легендарный кроссовер, в котором бы объединились все крутейшие злодеи из лучших мультсериалов. Билл Шиппер из Gravity Falls, Лута Минатор с приветом по планетам, Тофи из Тарпоте все узла, Магика до гипноза из Утиных Историй, Дарси из Амфибии, Беллос из Дома Сабы, и все в одном эпизоде. Хоть канонично их было бы сложно связать из-за пеналов каждого сериала, однако объединение шикарнейших злодеев в голове всегда казалось чем-то триумфальным. И Дисней это сделал. Буквально на днях мы получили долгожданный кроссовер. Все злодеи мультсериалов собрались таки вместе, но только вот это все выглядит вот так. Дисней сделал худший злодейский кроссовер, который только можно было представить. Приготовьтесь увидеть кошмарные... Билл, что с тобой? Все нормально. Помолодел молодой. ...видеть чрезмерной милоты и абсолютной нелепости. Все началось с того, что около полугода назад Дисней начал выходить новый мультсериал под названием Чибиверс. По сюжету... А шоу, я с ним забыл вырубить, ребята, я извиняюсь, я извиняюсь, молодой. В аппаратуре кучка чокнутых ученых решила смешать воедино все мультсериалы и посмотреть, что из этого выйдет. Их буквально скомкали в малюсенький шарик, где теперь живут мини-версии всех мультяшных героев, которые устраивают всякие праздники и попадают в дурацкие нелепые приключения и ситуации, доведенные до абсурда. Мы уверены, что это была хорошая идея? Гломгольд и магика да гипноз стараются украсть первую монету Скруджа, пытаясь влюбить и даря ей цветочки. Палисманы из дома савы используют глифы луз и громят весь дом. А Фуфел Шмерц почему-то влюбился в бабулю из семейки Грин и всеми силами пытается завоевать ее сердце. Чего вдруг ему понравилась суровая старушка, не ясно. Но этот кейс так понравился создателям, что они его даже показали дважды и в первой и во второй серии мульта. Ну, несмотря на то, что это все очень особер, большей части мультсериалов Диснея здесь и не видно. Лишь изредка, где-то на фоне можно заметить героев Ким Пять с Плюсом, Старый Марк, Атуты Тама и Диппера с Мейбл. В скетчах никто из них не участвует, реплики им не дают. Не говоря уже о городе героев, Американском Драконе, Рапунцель, Лио и Стич, которых здесь вообще нет. Основными героями по сути являются Луз, Молли Маги, Энн с Плантерами и почему-то чаще всего фигурируют персонажи семейки Грин в городе. Будто это самый обожаемый всеми мультсериал Диснея. Им посвящена большая часть скетчей. Они обязательно участвуют в каждой сюжетке и были ведущими двух эпизодов из четырех существующих. Да, у Чеби Верса по итогу всего четыре серии. Видимо, настройку не зашло зрителям. И кроссовер всех злодеев как раз таки и стал четвертым и финальным эпизодом первого сезона. Дружище, стой. Оооо, автор покушает, ну ты одобряем, я тоже покушаю, потому что антимайн снова здесь. Я антимайнер, я очень зол, я украл вашего глупого блогерка, потому что... Потому что я появился в магазин и я должен получить у него скидку. И это было бы правдой. Но в Майнешоп уже скидки в честь открытия, поэтому ребята, донаты, стим пополнение, всякие геншины, бравл старсы и прочее. А также добавился робокс и все игры с Майкрософт иксбокс. Приходите, смотрите ссылка в описании. Серия начинается с того, что Молли и Пенни Прауд решили устроить для жителей городка шоу мультяшных питомцев. Однако внезапно их прерывают наши злодеи, заявившие, что теперь они будут править Чиби Версом. В этот момент перед героями пристали магика да гипноз Сиг Лонгольд из Утиных Историй, профессор Восклицания из Камякая Гретель, Одри из полнометражных Наследники, Шига из Ким Пяцбурсом. А вот этот милый малыш, это жуткий император Беос из Дома Савы. А председатель Совета Призраков из Молли Магии. На самом деле это вот такая здоровенная громадина. Приветик. Миленький Билли Шифрик, напомню, демон, проживший более триллиона лет, и уничтоживший множество измерений. Да, это он. Ну это просто детское шоу, детское шоу, которое просто как бы играет на персонажах. И лидером сегодня левого сборища стал сам король Андреас. Напомню, это персонаж с невероятно трагичной историей. Считая себя преданным, он поддался воле отца. Но по итогу полностью переосмыслил всю свою жизнь и был готов ответить за все совершенные им злодеяния. А тут ему просто не хватило скетчей про злодеев, и он решил вновь взяться за захват и порабощение иных измерений. Эти злодеи настолько смехотворны, что даже Молли и Пенни на них абсолютно пофиг. Они на миг сделали вид, что испугались, а затем просто продолжили показывать зрителям стечи, стоя прямо подле злодеев. Затем Модри садит все героев и питомцев в зачарованную клетку, которую даже супер хомяку не под силу открыть. И теперь власть на чиби с кетчами целиком и полностью в руках злодеев. То есть, по сути, теперь они могут показывать жуткие скетчи про злодеев. Однако мы все равно дальше видим всякие милые абсурдные истории. Создателям было настолько пофиг, что они даже не удосужились придумать новые скетчи про злодеев. Они просто взяли давно выпущенные мини-мультики про чибиков и вставили их в чиби-верс. И подходящих со злодеями попросту не нашлось. Некоторые миниатюры это и вовсе просто повторили стечи из прошлых. То есть, просто свор... Блин, самих себя своровали, получается. В серии, а их всего четыре, напомню. Про дом ужасов мы, к примеру, уже видели во второй серии чиби-верса. Когда Энн и семейка Грин пытались задобрить духа театра, которым был скрейт. А в чём прикол выпустить четыре серии, в которых повторяются эти бультфильмы? Что? И честно, даже он выглядел более страшной угрозой, чем все злодеи вместе взятые. Во все в таки на трон, они смотрят милую пародию на классный мюзикл. Историю любви парочки, мечтающей о том, чтобы вместе спеть. Я может быть ивелый виллен, но даже я нашел себя рутингом для Трои и Габриэлла. Вот так вот. Энн нужно было просто показать Андреасу классный мюзикл, и вы бы избежали глобальной катастрофы. Как видите, даже серьёзные злодеи выставляются полными идиотами. Над ними насмехаются, как создатели мульта, так и сами персонажи. Некоторые чиби-верса-то зловой нелады. Дракен, Фуфилшмерц, Злытень, Люда, это всё забавно. Ну да, кстати, вот они, да. Комедийные злодеи, которые в щиби-версе идеально бы сыграли необходимую роль дурачков. Однако же с того же Гломгольда остальные злодеи просто кринжуют. При том, что как раз-таки Гломгольд, в сущности, никак не изменился. Он остался при своём первоначальном характере. Ну да, кстати, вот он не поменялся. Вообще поменялись. Действительно позорно в сравнении с оригиналом. В конце концов, Фиг всех побеждают. И не главные герои с суперспособностями в обещанной битве, а их питомцы. Могущественную волшебницу загнала в клетку свинья. Императора Белоса, оказывается, просто должен был стручить сыщик. И дело с концом. Гломгольда пырнул козёл. Шига улетела в клетку от укуса пуделя. Профессора восклицания пнула корова. А магика Декипноз просто испугалась котика и убежала. Да, ведьма почему-то боится чёрного кота. А великого Билла Шифра даже трогать никому не пришлось. В следующей же сцене мы видим, что он... Он такой думает... Я сам, я сам. Не знаю, не знаю, я вяжу себе. Уже сидит в клетке. Хоть никто из животных его и пальцем не коснулся. Видимо, он настолько с головой нелады, что он сам туда залетел. Единственное ещё поражение, хоть как-нибудь оправдано, это Андреас. Его завалил хотя бы супер хомяк со сверхспособностями. Все злодеи оказались в клетке. И как жаль, что среди них нет, к примеру, какого-нибудь духа, способного проходить сквозь стены. Или демона разума, на котором не властен физический мир. Или здоровяк, способный сломать клетку просто встав. Или, ну не знаю, целых трёх могущественных волшебников, чёрт возьми. Не, 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 не. Ну это, блядь, да, да, паразитирование, да, грустно, что вместо нормального сезона какого-то мультсериала выпустили вот это. Ну я не думаю, что там в бухано денег больше, чем на серию полноценного мультсериала какого-то. Он очень дёшево выглядит. Если повторяются даже из сцены, то, простите, он супер дешёвый, мега дешёвый. Даже никак не спастись. Это же самая обычная клетка. Напомню, тысяча лет озлобленности, осознание истинных ценностей, всепрощение, желание искупления, пофиг. Зато в конце нас ждёт выступление кучи диснеевских питомцев. Это ведь то, чего мы и ждали от столь ожидаемого и анонсируемого заранее кроссовера диснеевских злодеев. Не что-то подобное этому или этому, нет. Давайте мы исковеркаем крутых злодеев, абсолютно забьём на логику и вставим просто готовые скетчи, даже не постаравшись придумать что-то новенькое. Вот так вот чисто. Но только вот это лишь исключение из правил, и то уже было в оригинальном сериале. Иногда я даже думаю, может это какая-то нереальная постирония. Но нет, они просто решили, раз мульт делается для малышни, над ним и не нужно стараться. В целом, идея кроссовера кучи мультур не нова. Мы видели шикарнейшие воплощения от карту Нетворка, начиная со злой дней кроссовера Нексус и заканчивая тем же карту Нетворк Сити. Вполне удачная аналогия. Даже новые утины истории о диснеевских шикарно стали вести другие диснеевские... Я хочу Чип и Дэлл, ну, блин, теперь. Чип-чип-чип-чип-дэлл! Это, наверное, худшее воплощение этой идеи на моей памяти. Сплошное ощущение кринжа и непонимание, почему же герои ведут себя совершенно иначе. Если вам хочется увидеть это воочию, все серии можно найти на английском прямо на ютубе. Но поверьте, даже если вы не знаете языка, понять его будет несложно. Большую часть времени любимые герои издают лишь звуки, не говоря ни слова. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, а на этом сегодня все. С вами был Соберлинг. Спасибо за просмотр и пока. Зайдите на озвучку, ребят, пожалуйста. Если звуки надо озвучивать, я согласен. Что я хочу сказать? Ну, прекрасный мультфильм, 10-10 советую. Явно лучше, чем против вас, что эти всякие нормальные мультфильмы. Ну, вот так вот. Я уже сказал свое мнение. Просто супер дешевое что-то, нечто для детей. Мы же в таких реалиях. Почему-то детей кормят отвратительными мультфильмами. Например, как в нашем детстве мы смотрели Аватара. В нашем детстве мы смотрели. Даже Даша-путешественница, если вспомнить, она была не настолько отвратительна. То есть, если взять вообще прям дошкольный возраст, когда там реально Даша-путешественница, там что там еще шло. Там такое супер детское. Но не сказал бы, что я смотрел что-то из этого. Я вот реально в свое детство только могу вспомнить. Блин, ну и ладно, окей. Я просто в свое детство не особо помню. Оно не было суперосознанным. Да, я помню, там возраст только 4-5 лет. Тогда это уже были уже вполне себе нормальные мультфильмы. Типа... Черепашек-ниндзя. Да, типа того. Пишите, что вы смотрели в детстве. Смотрели бы вы вот такое. Тогда всем удачки. Всем пока. Пау.